Привет, друзья! Меня зовут Сергей Лав, и это шестая часть анонса разработки и последняя, потому что седьмая часть будет посвящена тем срокам, за которые разработчики хотят всё это реализовать, то, что они нам наобещали, и, конечно же, часть будет очень интересная, будет о чём подумать, поразмышлять, поприкидывать. И, на самом деле, о шестой части я бы не стал даже, наверное, ролик записывать, если бы буквально ни один пункт, который здесь есть, который, так знаете, заставляет мою фантазию прямо-таки уйти в какие-то далёкие дали, где я столько могу чего напридумывать, чего, конечно же, никогда никто не сделает, но, тем не менее, фантазия мне подсказывает разные варианты. А ещё я хотел вначале сказать, что почему-то вот эта часть Марса мне стала напоминать сиську. Вы сами подумайте, вот округлая форма, вот он сосок, вот, ну, я, честно, я вроде бы не упоротый, но серьёзно, это же прям сиська. Вот такая вот Марса-сиська, ну да ладно, не будем о сиськах, давайте об обновлениях грядущих. Первый пункт, он очень здоровский, я думаю, он всех обрадует совершенно, ну, кроме тех, кто донатил. Говорит он о том, что все гаражи станут бесплатные, то есть каждый игрок получит, по сути дела, сотку гаражей, ну, на халяву, а все те, кто покупали, вернут им деньги. И да, конечно же, нечто такое требовалось сделать. Ну, вообще, тематика продажи гаражей-то не то, что взлетает хорошо. Опять же, в том же Armored Warfare все гаражи бесплатные. Да и даже вот в танках, да, гаражи, они там платные, но танки не то, чтобы вам очень много какие требовались, если вы играете одной веткой. Фриджемы же всё-таки делают упор на какое-то творчество и хочется иметь каких-то творческих, как раз-таки, крафтов у себя, вариативность какую-то. А гаражи платные. Это сразу было очень странное решение. Поэтому однозначно я всеми руками, ногами за то, чтобы забесплатить гаражи. Но неприятно будет тем, кто их покупал. Почему? Да, нам вернут ГЦшки. Мне, понятное дело, что я вроде бы не покупал их, но вернут всем ГЦшки. С другой стороны, а куда эти ГЦшки девать? Ведь в игре нечего покупать. Премиум нафиг никому не упал. Буквально единицы покупают. И то у меня вопрос к ним, зачем вы это покупаете. Деньги в игре ничего не стоят. Они абсолютный мусор. Они обесценились уже очень давно. Покупать декор, он убогий и некрасивый. Просто отвратительный, я бы сказал. Я об этом рассказывал очень много и в детали вдаваться не буду, почему он отвратительный. Поэтому эти ГЦшки будут валяться просто-напросто никуда. Ведь деньги-то вам реально не вернут. А тратили их, скорее всего, именно на единственную вещь, которая нужна в Робокрафте, это гаражи. Поэтому, конечно же, донатерам будет не очень приятно. Но, с другой стороны, я не думаю, что кто-то покупал много-много гаражей, так что 50. И обменять 5-10 своих гаражей, которые ты покупал за реальные деньги, на деньги, плюс бесконечное количество гаражей, по-моему, в любом случае, приятно и не так плохо. Дальше вам позволят покупать за РП крафты в магазине. Точнее, не в магазине, в общем-то, от других игроков. Поэтому это очень круто. И вообще странно, что было принято решение, что покупаются крафты именно за ГЦ. Кто вообще покупает крафты за ГЦ, с учетом того, что они стоят, они очень дорого. 50 тысяч за крафт отдавать ГЦшек. Это просто Unreal за какой-то крафт. Сразу это решение мне казалось странным. Но говорят, что если крафт превышает лимит того цепу, который у вас до сих пор открыт, то есть если вы еще не прокачали сотый левел, то покупка все равно останется только за ГЦ. Но чтобы не было обузы, чтобы на 50 уровне купили сразу на полторы тысячи крафт, по-моему, это очень прикольно. Также разработчики внезапно, вот этот пункт меня прям люто порадовал. Так как все игроки начнут иметь больше 100 открытых гаражей, нам потребуется улучшить интерфейс гаражей, сортировку, поиск добавить, лучший интерфейс. То есть когда гаражи были лишь покупными вещами, разработчики почесаться не хотели, чтобы добавить сортировку гаражей, поиск по гаражам или хоть что-то еще, что упростило бы навигацию, когда у вас гаражей даже пусть 10 или 20. Но когда они становятся бесплатными, то тогда уже да, надо подумать о том, как бы улучшить изобилие для этих гаражей. Ну, очень странное решение, потому что, ну, вроде бы как бы те 5%, ну, как правило, донатят в игру не более 5%, где-то у разработчиков такая цифра тоже проскакивала. Вот улучшить комфорт игры тем 5% игроков, которые, собственно, кормят вас, это нет. Но зато делать ради нищебродов, это да. Ну, очень странный, если честно, вот такой подход. Вот, то же самое с декором просто. Декор, он вроде бы не чешный в теории, но на самом деле абсолютно не юзабельное говно. И вот посидеть, сделать его юзабельным, чтобы у игроков был стимул его покупать, чтобы он действительно доставлял какое-то эстетическое удовольствие. Не, мы это делать не будем. Зачем? Ну, пусть у нас будет декор, который никому нахрен не нужен, а мы будем, как бы, бомжевать. Странный подход, в общем, у фриджемов в этом плане. Ну, ладно, так как дальше идет пункт, что так как игроки разблокируют там постепенно эти крафты, добавят всяких обучалок, и чтобы эти обучалки были не скучными, как школьный урок. Ну, потому что явно это самый близкий пример для основной аудитории. И Марк, собственно, этим самым говорит, что основная аудитория это школьники. Но я уже рассказывал в предыдущем ролике, что все эти обучалки и хренобучалки, они нафиг не нужны в игре, это явно не то, что спасет игру или то, что явно требуется сейчас для разработки. Ну, в том же расти нет вообще никаких обучалок. Ты просто появляешься с камнем в руках с голой писькой и просто бегаешь и пытаешься понять, что здесь происходит. Ну, потом понимаешь и все равно бегаешь с камнем и голой писькой, но да не важно. Важно в том, что никаких обучалок туда не добавили. Нормальный такой здоровый survival. Да и многие игры абсолютно вам ничего не рассказывают. Я понимаю, что есть вещи, которые действительно не здорово, когда нет какой-то энциклопедии, с которой вы можете подчерпнуть информацию. Вам действительно нужно лезть в какие-то другие энциклопедии, чтобы подчерпнуть банальную информацию. Но, скажем так, просто сделать какую-то закладку по информации или расширенную информацию по всем модулям. Какие-то базовые принципы, просто кратенько рассказать в нескольких абзацах по пунктам, вопрос-ответ даже организовать. По-моему, это очень легко пищется буквально на коленке за полвечера. И какие-то дополнительные обучалки сюда особо, как мне кажется, не нужны. Это прям самое простецкое, но это явно не то, что, опять же, спасет игру. Дальше очень интересный, на самом деле, пункт, который... Сейчас разберем, в общем-то. В общем-то, разработчики рассказывают, что они хотят TeamDevMatch режим переделать в TeamDevMatch 2.0. Но, опять же, ни для кого не секрет, что текущий TDM режим, он мертв уже давно, в него там играет 2% игроков, он никому нафиг не нужен за свою абсолютно лютую унылость. Так вот, они хотят сделать этот режим таким, чтобы он позволял людям лучше узнать, что такое PvP и прочее-прочее, и добавить глубины в текущий, в общем-то, метр. Как они это хотят сделать? Добавить туда респаунинг, ну, опять же, все сводится к чему-то похожему на гирап, что все режимы содержат респаун какой-то. Не скажу, что это прям плюс 100%, но не скажу, что минус. Все-таки это улучшит динамику и геймплей хоть как-то подтолкнет к играбельности. Вот, также позволит игрокам выходить без каких-то штрафов из этого игрового режима, ну, и будут заменять их другими игроками. То есть, будет такой просто бесконечный TeamDevMatch, ну, то есть, там будет какой-нибудь лимит, допустим, набрать, там, столько-то очков, или матч длится 15 минут, или, там, матч длится 5 минут, и вы можете зайти туда, поиграть сколько хотите и выйти. Не скажу, что это прям очень круто, на самом деле, что это как-то челленджево, что это как-то скиллово, и что это добавит какой-то глубины геймплея, потому что вы можете играть, начать против одних игроков, а заканчивать придется уже против других. Это очень странно, то есть, посреди игры, там, сосиска зайдет, всех раскидает. Это тоже сомнительно, на самом деле, это больше похоже на, именно, такой казуальный режим, нежели на режим, который добавляет глубины в геймплей. Ну, да ладно, это уже отдельный разговор, на самом деле. Дальше, они хотят добавить, ну, вот, вот, они хотят добавить какие-то такие ежедневные ивенты, ну, по крайней мере, подумывают. Если это, они полностью весь режим на эти ивенты заменят, то это будет стремно, но если у него будет просто обычный TeamDevMatch, и вот, ивентовый TeamDevMatch, это будет круто. В чем заключается ивентовость? В общем, каждый день, допустим, играют Плазма против СМГ, Самолеты против Наземки, там, Ноги против Гуслей. То есть, все команды балансятся, условно говоря, по каким-то критериям. То есть, только Гусля, там, только Плазма, только СМГ. И, опять же, это не сказать, что спасет игру, потому что за большей степени это будет дисбалансно-то лажа, с которой одна сторона будет однозначно сосать, безшансово, скорее всего. Ну, допустим, те же Плазма против СМГ. Ну, берите просто дирижабли и все. Ну, вас хрен собьешь будет. Это явное преимущество. С другой стороны, позволит как-то скиллово попытаться подефаться, может быть. Но вряд ли, вряд ли что-то можно будет от этого организовать. Ну, и добавьте сюда те вещи, что, те проблемы, что некоторые классы техники неправильно определяются. Особенно это связано как раз-таки с воздухом, с дирижаблями. Они не хотят туда, когда надо, определяться. Не то, чтобы это очень большой процент таких был, ребят, но они точно будут ломать некоторые принципы. Там, где можно будет пролезть немного несправедливо, нечестным образом. Но, с другой стороны, скажем так, робо находится в такой сейчас печальной ситуации, что такие ивенты, если они их быстренько так впилят в игру, каким-то минусом точно не будут. И хоть какую-то такую движуху на первое время смогут организовать, пока разработчики будут заниматься какими-то более сложными вещами. Но если они эту фигню будут разрабатывать там 1500 лет, и в итоге получится говно, и им надо будет 1500 лет работать над чем-то нормальным, вот это будет проблема. Дальше поднимаются вопросы социальной составляющей игры. Но, на самом деле, об этом я уже слышал лет 200 назад. Добавят кланы, клановые ранки, клановые бои, там клановые эти флажки, клановые чаты, клановые постройки, всякой хрени, все, что связано с кланами. Мол, это позволит на первых парах игрокам больше вовлеченности иметь. Очень странно, что этого не сделали до сих пор, ведь какие-то клановые, опять же, просто выдавать теги клановые, дать возможность какие-то флажки себе, сгенерировать из там, допустим, набора 20-30 каких-то элементов, то есть там фон, потом одна декорация, и поверх нее там еще какая-нибудь декорация. Сделать это было достаточно легко уже давно, и почему это не сделано до сих пор, я не знаю. Потому что, ну, я знаю, чем занимались фриджемы, всякой хренью они занимались. Вместо того, чтобы развивать вширь игру, они по кругу ходили целый год и ни к чему не пришли в итоге. Поэтому, опять же, клановые вещи в игре будут полезны, но вряд ли это спасет, скажем так. Так же, как вот магазин его добавили, а онлайн не вырос вообще ни капли. Это, конечно, печально, но в то же время, чем больше они вот этих вот крутых, нужных фичей, которые как бы вот прям вот на языке вертятся и хочется, чтобы они были, чем быстрее они с этим разберутся, тем быстрее они, может быть, начнут вперед все-таки идти, а не топтаться на месте. Так же говорят, что улучшат чатик, всякие нотификации добавят, все это полная хрень уже. Потому что чат вообще можно отключать. Я, если честно, не знаю, где более бесполезный чат, в Арбокрафте или в Майнкрафте. Тут две игры, в которых самые убогие чаты общие, которые просто состоят из какого-то словесного поноса бессмысленного, и каких-то такой еще не спамботов, которые одно и то же галдят, с этим бессмысленно общаться о чем-либо там, просто это, не знаю, как себя не уважать, если честно. Дальше. Вот это очень интересная вещь. Режим группы, который позволит вам приглашать людей и заходить на приватные серваки. Ну, соответственно, на этих приватных серваках вы можете свои правила устанавливать. Это вот прикольно, потому что позволит собираться с друзьями, заходить, тестировать какие-то крафты, устраивать какие-то дружеские зарубы, не знаю, там даже дружеские какие-то клановары, и в целом проводить какие-то ивенты чисто для своих. Вот эта тема нужная на самом деле. Опять же, такая маленькая плюшка, которая будет очень приятна. И вот этот пункт, собственно, ради которого я и хотел этот ролик записать, это пути коуп-построек и коуп-пилотирования роботов. Но если с коуп-постройками, опять же, все ясно, это действительно тема полезная. Не сказать, что это очень прям бесценная вещь, но когда мы играли, часто было, что Макс что-то строит, Илья что-то строю. Когда я помню, кубок Граэлю строил, я просто демонстрацию Максу включал, чтобы он видел, что я делаю. И чтобы такой вот ахинеей не заниматься, когда вот ты строишь, но при этом хочешь с друзьями пообщаться, посидеть вместе, чтобы они тоже могли зайти тебе в гараж и видеть, что ты делаешь хотя бы. Ты там, о, смотри, я вот здесь вот так вот сделал, здесь вот так вот сделал, вот здесь вот так поставил, и ты такой смотришь, понимаешь, предлагаешь что-то. Это нужная вещь, на самом деле, это классная нужная вещь. Но самое интересное здесь коуп-пилотирование, на самом деле, потому что вот фантазия подсказывает, что можно развернуться просто до нельзя, вот с коуп-пилотированием, и это действительно может сделать игру нереально классной и инновационной в какой-то степени. Но вряд ли разработчики iSeries. Смотрите, мне трудно представить просто банальное коуп-пилотирование, ну вот как, допустим, на одном крафте вы вышли, и всё. Почему? А куда оно нафиг надо сейчас? Наземка играет до нельзя, уныло, так что ты там ползёшь 3 часа, и потом просто ЛКМ зажимаешь. Каких-то вещей, которые нужно постоянно менеджментить, в игре нету, банально. Поэтому, ну, для воздушки, может быть, имеет смысл, потому что я вспоминаю, опять же, как мы с Максом играли в батлу, я абсолютно донный, я вообще не могу летать на этих самолётах-вертолётах, просто вообще не могу, и не хочу даже учиться, мне не нравится этим заниматься. А Макс, наоборот, там надрочился и хорошо летал, поэтому мы занимали вертолёт, он там пилотировал, я стрелял, это взаимодействие, это общение, это классно, потому что он там уворачивается от чего-то, мне неудобно тут стрелять, я такой, давай вот сюда, вот туда, там кто-то кого-то заметил, в общем, я там вижу кого-то там типа левее, или Макс увидел, сейчас правее, смотри, вот туда стреляй. В общем, это взаимодействие, это реальные эмоции дарят от геймплея, и на воздух, в принципе, можно такое было бы воткнуть, но здесь большой вопрос, а компенсируется ли банально то, что в одном крафте будет сидеть два чувака, то, что они занимают всего лишь один крафт вместо того, чтобы играть на двух крафтах, всё же не так сложно летать в робокрафте, поэтому нечто такое видится мне очень сомнительным, но в игре есть мегаботы, и вот в мегаботы подобная система воткнётся просто идеально, ну, если её, конечно, доработать очень-очень плотно. Смотрите, у вас есть мегабот, лимит цепи у которого зависит от того, сколько в него чуваков залазит, то есть если вы один, ну, вы мегабот на полторы тысячи цепи, то есть как обычный крафт, если вы вдвоём, у вас уже лимит до трёх тысяч доступен, соответственно, вы построили мегабота на три тысячи блоков, и вы соло на нём в бой не можете зайти, только если вы вдвоём пилотируете его, тогда можете. Если у вас крафт заточен под трёх пилотов, тогда у вас лимит уже четыре с половиной тысячи цепи у. Ну, можно, конечно, увеличивать, что там с каждым человеком он не полторы добавляется, а тысяч семьсот или там две тысячи, чтобы на четыре человека цепи у соответствовало текущему максимальному цепи, там сколько, семь тысяч вроде бы, вот, это не суть важна. Суть важна, что вы, грубо говоря, с каждым дополнительным человеком в крафте получаете дополнительный лимит ЦПУ. Или, соответственно, если вы строите крафт, то он рассчитывается изначально на сколько-то пилотов, там, на два мегабота, на двух пилотов, на трёх, на четырёх. Вот это уже выглядит куда интереснее. Но почему требует доработки? Потому что, опять же, мегаботы — это очень медленное, унылое говно, и в них просто банально нет вещей, которые требуют какого-то менеджмента нескольких человек. Если на два человека ещё можно с натяжкой сказать, что, ну вот, как бы, только ради того, чтобы иметь 3000 лимит ЦПУ, вы сажаете к собой человека, которому заняться просто нечего, и он просто сидит и бездельничает. Ну, потому что... Ну, или просто зажал кнопку «Вперёд», и это единственное, чем он занимается, или ЛКМ. То есть, потому что и без того-то скучно одному, а вдвоём-то ещё скучнее. Вот. А вот на 3-4 человека я вообще не представляю, чем можно заниматься. Один управляет там левым колесом, другой правым колесом. Это глупо. Но есть, допустим, Стар Ситизен, который как раз-таки и будет обещать, точнее, он уже обещает, но в нём будут такие большие здоровенные дредноуты, которые управляются разными людьми, там целая команда нужна. Там кто-то пилот, кто-то управляет щитами, кто-то управляет вооружением, кто-то там ещё чем-нибудь управляет. То есть, там на 3-4 человека команда рассчитана. И если нечто такое внести в Варбокрафт, это, как я уже сказал, очень сложно будет для разработки и очень объёмно. Добавляет всевозможные модули и приколюхи, которые Мегабот сможет использовать в своём арсенале. То есть, какие-нибудь там резкие ускорения, там менеджмент щитов, отхила, там улучшение боевой способности, распределение вооружений. То есть, один, допустим, управляет вооружением, если добавят несколько видов вооружения, кто-то за СМГшки отвечает, кто-то за плазму отвечает. Если всё это очень сильно грамотно развить, это будет реально классно. Потому что можно будет просто заходить там вдвоём, второвём на этих Мегаботах в боя и получать массу удовольствия, куда больше удовольствия, чем когда ты играешь там два соло и порой ты играешь вдвоём, а ощущения, что вы вдвоём играете нет, потому что один там на земке что-то ползает, а другой на воздухе. Совсем не стыкуешься с этим человеком. И ощущения того, что вы вдвоём в игре нет. Так ощущение будет намного ярче. Но, как я уже сказал, вряд ли фриджемы это осилят. Поэтому помечтать-то неплохо, но, к сожалению, ничего из этого не выйдет, скорее всего. Ну и заканчивается тем, что разработчики работают над локализацией на другие языки. Французский, немецкий, русский, итальянский, испанский. Ну, в общем, всякие другие. Что, как мне, видится абсолютно бесполезно, потому что в игре банально нечего особо читать. Если что, вам нужно знать, это, наверное, 10 слов, которые спокойно можно открыть в Google словаре. Я помню, был маленький, у меня был банально толстый словарь, книжный, и там нужно было слова идти искать. Это долго, это муторно, это геморройно. Сейчас в Google просто вбиваешь слово «перевод», тебе сразу выдаётся. Поэтому я не знаю, у кого вообще могут возникать проблемы с переводом 10 слов в игре. Не знаю, с самым ленивым и безруким только, наверное. Вот, поэтому, честно, ну, да, опять же, для популизма какого-то они тут начали про локализацию, про кланы опять задвигать все эти тематики. Но это, как кто-то сказал, что похоже, что фриджемы в отчаянии. Действительно, оно на это похоже, что они вот бьются-бьются, ничего не получается, и вот они начинают уже какие-то отчаянные вещи нам задвигать. Но, опять же, слова словами, будем смотреть на то, как это будет выглядеть в игре. Ну, а когда, в какие сроки всё это нам выдвинут, мы узнаем, ну, наверное, завтра, подозреваю. Я не думаю, что запись будет сильно больше, чем запись вот от такого размера. Соответственно, завтра мы и узнаем обо всём этом. Ну, а на этом у меня уже всё. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, если вы впервые. Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!